я вообще впервые гитару взял в руки я даже не знаю что такое электрогитара я научили профессиональных художников нынче не получилось и поэтому бушиной туда не ходить будем петь а наивный наш кузнечик сидел как огуречек ну вот так и рождается на искусство впервые берешь руки гитару и по памяти что такое вот совершенно а я свои полсты не понятно барабанщик я услышал про трех а про три аккорда вот я тут сейчас научишься мы сегодня будем говорить о наимном искусстве да ну хотелось бы да и тема на слуху и я хочу представить антона логова эксперта в области наимного искусства не только на и но вообще почему вообще мы имеют вообще искусством вот он художник закончил академию и училище в одессе грековская антон имеет 1000 выставок наверное вот и он философ поэтому интересно будет поговорить вообще историк искусства я бы сказал вот и специалист в области наимного искусства всегда приятно поговорить с александром лятым которого я знаю уже на протяжении 10 лет последних вот мы там и проекты делаем и общаемся и коммуницируем по поводу каких-то новых свежих идеи вообще просто разговариваем о чем-то и хотелось бы конечно услышать от него что же такое все таки наивное искусство потому что я в принципе по большому счету наверно так и не разделяю кардин ну как бы кардинально что такое наивное искусство современное искусство мне кажется рамки стираются что сказать почему рамки стираются есть художники которые долго учились вот номер ты учился там в художественной школе потом в училище имени греков потом в академии очень долго потом где-то там по всяким резиденциям стажировался вот и твое сознание твое мышление вас сильно отличается от скажем инженера который вдруг занялся бизнесом однажды пришел вечером домой прочитал книжку какую-то о происхождении человека но случайно прочитал или кино посмотрел взял карандаш и нарисовал инопланетянин а потом у него родилась серия какой-то планете куда когда-то улетели люди потом вернулись сюда через много миллионов лет по моему профессиональный художник он ищет какие-то глобальные образы там красоту гармонию мы его художника этого нет он мне кажется здесь просто и ну в моем случае как бы профессиональный художник это такое неоднозначное понятие как меня тоже самого лично что даже когда я учился я всегда как бы ставку свою позицию я искал какие-то выходы то есть интуитивные свои выходы на искусство потому что ну то что я чувствовал это как бы не укладывалось скажем куда программа образования давал давала училище академия то есть ну хотелось как бы творить это так скажем банально сказать ну делать то что ты чувствуешь а вот поэтому я с этой позиции наверное где-то ну до сих пор она во мне есть но естественно конечно то есть обрастаешь информации ты много общаешься видишь но даже тот момент то что вот именно иску ну скажем такое наивное примитивное искусство она представлена на всех крупных выставках современного искусства скажем в принципе она входит вот в экспозицию бинаре есть специальные программы которые вот я не помню какая бинара была я сам лично присутствовал и вот там целый зал был такой примитива большие разные средние форматы живопись какие-то объекты вот ну и то же самое там я бы не говорил что нет уже такого чистого понятия как живопись чистого понятия там скульптура то есть я вот именно об этом что все как бы все равно рефлексирует не может закрыться от мира не может закрыться от интернета который в принципе уже есть его инженера есть им художника то есть вот это эти эти пути они как бы очень сильно связывать но другой стороны все-таки бинаре там выставляются художники которые долго и нудно учились а потом они стали рефлексировать по поводу и нет а там было именно специально аккуратно как бы собирал вот работой скажем аутсайдер это отбрюд отбрюд да все равно это представлено в рамках как бы лучшего бинаре скажем да искусство душевнобольных давно уже фигурирует на этих всех формах художественных но но все это отдельное искусство душевнобольных это вообще денег но это не душевнобольных то есть это было ну скажем про примитив примитивное наивное искусство так и было представлено да вот в украине почему-то украине да в украине с этим сложнее не сложнее общение к общению да потому что вообще не знаю почему как вот мне кажется что вот я разбираюсь тоже проблемах именно в проблем украинских художников вообще нет тоже не разделяю что есть украинское искусство потому что все что в украине происходит в искусстве это в любом случае либо повтор идет того чтобы уже либо попытка соединить то что было и что-то там привязать каким-то политическим событиям каким-то актуальным событиям которые именно здесь происходят или материалы здесь вот на основе каких-то там скажем листовок каких-то там базарных сумок шлются какие-то инсталляции ну и типа это как бы украинская украинский продукт но все равно это как бы по форме это напоминаю то что происходит в мире но искусство вот такая штука и украинские художники они как бы немножко сильно высоко может быть ставили какой-то пьедестал вот и не видит того что происходит вокруг ну скажем есть только вот такой мой взгляд а все остальное это как бы это же наив это примитив вот какая то есть это высокое искусство а это да какие-то низкие формы там высокая потому что он стал на табурет на табуретка это есть академическое образование форма мышления мощь образа мощь образа да ну то же самое вот в академии это же ну сложно сказать что это академическое искусство но это совершенно уже не академическое это уже где-то и наивное искусство какое-то представление в преподаванию вот в этом всем образовательном процессе потому что ну в советское время это было такой соцреализм скажем преподавался который тоже назывался каким-то там академическим направлением скажем таки вот потом это к этому добавился импрессионизм уже там какие-то там 80-е 90-е экспрессионизм осень и сейчас это снова называется как бы классическое образование академическое образование ну то есть я не вижу в этом никакого академизма и далеко на поэтому очень многие наверное выпускники они все-таки их можно сказать что они наивные художники даже выпускники академии но наив это же французского происхождение понять обозначает что-то очень начальное примитивное сырое вот все-таки нельзя сказать что художник закончивший академию он сырой он не знает законов перспективы или правил композиции там что он не не понимает соотношение я я к тому что это как бы не академизм уже просто ответ что это тоже ну то есть понятия нет что такое чистое наив чистое академизм вот вот это вот мне кажется вот об этом тоже можно порассуждать чистое наив это абсолютно не умение это абсолютная новка на ваш взгляд кто-то из украины численно в вашем представлении чисто наив но все сельские художники которые рисовали не мере никакого образом то есть по сути это художники которых мы даже не это самоучки до на которых там лучик света и у которой вообще не на виду за которые вот не даже не участвует выставка они они об этом не думают они об этом не знают мы сейчас ездили в экспедицию общались с многими для некоторых тоже слова наивный художник вызывал удивление не думал что он художник вообще человек который рисовал и он вырван из контекста полностью художественной жизни то есть и он вне мне этого мира художественного там что-то себе рисует и то что мы имеем среднее образование доходу культура толкает нас музеи мы смотрим кино знаем как выглядит картина они даже не стремятся не они 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 образованные очень люди но образованы в другом плане а тут вот это образование и плюс ну какая то есть что есть он городской на ли не сельский наив ну сейчас да в этом и отличие здесь всего есть вы например вы же понятие на выставке вы читаете звезды литературу да да ну то есть вы смотрите все что происходит в мире искусстве и том числе вы называетесь и наимен художник потому что я не умею рисовать я не умею сочетать это основная основной критерий что если человек не умеет рисовать это да то есть вот что то что значит умеете рисовать это за шаблон это шаблон да это шаблон это пропорции это штрих это техника это техника живописи разными там красками не знаю даже вот масло акрил вы имеете ввиду это как правильно сочетать краски да то есть что второе и не только в краске это композиция что чем потом как выстраивать многофигурная композиция смысла ты многофигурная композиция как рождать идею художественные вот как рождать идеи художественные мне кажется никто не учит даже в академии не знаю но откуда появляются там такие разные саладовые и ну заводово свой на но это мне кажется это индивидуально вообще история савадова семя художников вся там он мог в принципе не учиться ну как чисто ну так же чичкан кистова тоже там своя история которую он там проходили но тем не менее вот это потомственные художники да и не сформировалась структура механизм мышления художественной вот например у меня этого нету это что как я выяснил художник вот то это какие-то скорее навыки историка что ли журналист но я же знаю что вы хотели ходить там на какие-то курсы хотел данных родили да я ходил но у меня убил ромб вот и добил шар мне прокатился квадрат я понял что это просто я не могу это рисовать не то что не могу я я никогда не научусь это делать это вот это я понял и спасите это наверно стремление к лунде диалога ну и я ходил учиться рисунок да я хотел вот быть научиться классно рисовать и очень дорого продавать картины но я понял что я бездарный художник в этом плане ну просто просто у меня нет никакого таланта для того чтобы нарисовать вас не получал не получалось вообще не и что он говорил преподаватель говорил вот это плохо это плохо судил за меня рисовал под кубе видел что он и показывал так показывал как я заделся меня не получалось ничего там какой-то контровой контровая тень вот это вообще ужас то там уже идет как бы и физика и наблюдение ну да и его замер и отсюда следует что я например задумываю какую-то идею и я ее тупо не могу реализовать то есть а вы себе видите в голове как она да как она может быть я себе представляю это все и я не могу реальности это не получать не получается вообще то есть а многим это нравится и покупают да ну тут механизм я начинаю рисовать то что я придумываю и понимаю что меня за мой знаешь когда плывешь иногда у меня был случай когда я водоворот затянул я плыл себе плыл радовался это было на днепре вот и вдруг я понял что я не могу справиться с этими я начинаю я не понимаю вообще что а тут начинаю так вот кружили кружечения до течение там на лодке на моторной проплывали какие-то пьяные люди меня вытащили это было давно но вот я понимаю что все мое умение плавать оканцы не умею плаваем потом говорили ты неправильно греб ты неправильно там это самое вот тут тоже самое я пытаюсь плыть куда я хочу что-то сделать вот такую батальную сцену я придумал очень интересную историки там у меня сражались древние римляне с фашистами вот с немецкими ты и из этого не просто интересно ну то есть у вас есть какой-то образец или подражание то есть что вы себе представляете мир например вы хотите там сделать как этот художник да вот как матейка как материк вот там складки вот эти вот одежда драпировка то есть вам кажется что это лучше будет работать как образ или что или это будет лучше для продажи нет это будет реализация моей идеи вот как а это у меня не получается но это же можно там сделать на компьютере нет это неинтересно с именно же вот почему я от фотографии как бы ушел потому что но ты все видишь увидела нажала на все получилось добировки все интересно я вспомнил историю андре русо который все-таки но таможенник таки называет он же шеи работал в этом возле на велосипеде но он же попался таки в круг профессиональных художников в свое время и студии ходил был знаком с пикассо многими ну хотя сложно тоже сказать что это было какое-то там и академическое либо какое-то направление в то время это было поле экспериментов скажем ну все эти художники они искали не находили что-то новое скажем но вот он и участвовал несколько раз в этих выставках но потом решил замкнулся в себе и все-таки отошел от этого круга художников и не продавал практически никому работы вот я хотел продавать продавать букву даже ну вот этот пикассо даже по моему ходил не купить он даже пикассо не продал работу какую-то была его любимая работа ну то есть вот все-таки он понимал что то ли мне место в этом круге тоже что-то его не устаю в этом круге успеха скажем даже какого-то там даже то время да то есть видимо задача была в чем-то другом нам трудно судить мы только можем какие-то воспоминания о нем читать и его высказывания о том какой настоящий художник какой ненастоящий он же пикассо считал ненастоящий вот себя великим художником по сути он был прав потому что пикассо это что-то кубизм то сюрреализм то реализм до игра 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 за на искусство она остается на протяжении вековыми искусствами и не меняется это вечная такая штука ну то есть по сути если размышлять человеку должен по скажем начинающему то есть по сути нельзя научиться но в случае руссо ну да если ты тебе что сказать и говоришь об этом да и напрямую как ты это хочешь делать как ты это делаешь но цель за этими художнику то есть же академия художеств да вовсе как и академии художества семьи трансформируется но с трудом трансформируется в основном такая реакционная как на мой взгляд консервативная структура которая тормозит в общем-то развитие искусства а с другой стороны сохраняя какую-то традицию в общем-то пассивальном искусстве и мастерство в европе в мире традиция это уже абстракция это уже концептуализм это уже традиция в европе в мире а у нас традиция это еще но у наивного художника нет такого понятия абстракция концептуализм нет вообще ни одного из вашей поездки из того что вы знаете в украине нет ни одного была одна встреча интересная с художницей это маргарита болгар она абстракция называла фигуративные работы которые писала в стиле пикассо ну да и это кстати это не только маргарита мне кажется читал уже многие киевские искусство еды журналисты даже пишут статьи там выставки открытия тоже такая фигура немного там какой-то экспрессионизме написано то есть они уже говорят что это абстрактные ну вот это проблема мне кажется вообще на образование по моему проблем ну с другой стороны как корабль назовешь так он и поплывет но назвал абстракцией все будут тоже называть абстракцией не звал если у тебя еще и авторитет какой-то есть там все начнут думать анализировали твое рассказывание может новая абстракция далее параллельная абстракция или запредельная тут же все эти понятия тоже к ней нам искусстве существует наивное искусство существует примитив примитив это наивно искусств а потому все говорят что ли вас отлично отличие примитива и да я не вижу примитив это есть на и ну то есть вот многие говорят примаченко это наивно удерживается или и мяченка эту имидивную но так она есть это может быть это и да это это но с другой стороны одни исследователи пытался разобраться в этом понятии наивное искусство включает себя примитивизм это вот закончил человек там 6 академий вот владеет абсолютно рисунком техниками всякими это вдруг условно отходит от этого и рисует стиле вот этих вот арбютовцев или упрощает как мать истам невозможно с этим отец вот его можно назвать не даже нет ника это высшей степени профессионал который мыслит четко математически открытые цвета можем передрать он специально неправильно да и гонитива он понимаешь он захочет он правильно сделает все пропорции идеально свет тень все будет захочет неправильно наивный художник он захочет правильно а он сделать еще более неправильно потому что не умеет он не умеет во вторых художник не работает проектами, не работает крупными формами, сериями. Ну и серия может быть, конечно, у Марии Примащенко там серии есть, но это зацикленность, я даже сказал, зацикленность на какой-то форме и теме. А она просто не может ее завершить, мне кажется, в одной работе, да, и она просто ее переносит. Да, и она там называет черный зверь, а потом подписывает, что это там ядерная катастрофа в Чернобыле, потом прочитала полет в космос, рисует белого зверя, вот у нее, она просто не может вырваться из этой формы, но это характерно для арблюда, вот они выбирают что-то одно и всю жизнь это одно из них. А могла бы быть академия наива? Нет. Школа наива? Музей мог бы быть. Да? Музей, да. Музей класса наива. Музей это и есть школа, это и есть все остальное, по крайней мере. Как институция такая? Это пласт культуры, который не исследуется у нас совершенно, вообще, пролетает. То есть резиденция для наивных художников может быть там, например? Может быть. Ну, планеры. Ну, планеры же есть? Ну, планеры есть. Ну, планеры есть, и там кто-то, вот наивные художники, вот и тяга от рисования, она заставляет человек, если этот человек, Ну, они, как вообще, хорошо коммуницируют друг с другом? Вообще не коммуницируют. Вообще не коммуницируют. Вообще, да? Мы же были на планеры. Городские, городские, наивные художники, они одиночки. То есть многих не затащишь, просто не вытащишь куда-нибудь? Да они не знают, что их надо тащить. И неизвестно, кто их будет тащить. Живут по своей какой-то программе. Ну, не программе, а вот как бы. Ну, например, ты юрист, ты юрист, ты юрист, адвокат, да? И вот у тебя целый день дела, уголовники, ты кого-то защищаешься, ты какие-то разводами занимаешься. Ты поехал на дачу, там какой-то сосед рисует. А что я попробую тоже порисовать? Он тебе говорит, классная релаксация, такая медитация отпускает. И он сел, нарисовал что-то. Елку нарисовал, под елкой зайчика нарисовал. А тут он подумал, что это он зайчик, адвокат. Нужно, чтобы сила у зайчика была. Он взял его большие зубы нарисовал. Потом подумал, что вот эти вот прокуроры, это же волки. И вот зайчик уже грызет волка. Конкретность, конкретное мышление. Оно не абстрактное, оно... То есть вот интересный такой момент, что все-таки нужно взять этих художников и сделать для них специальный музей, а не повесить рядом с профессиональным художником. Можно повесить, и это делается, и это правильно, но это просто мы сравниваем, например, Марс. То есть это как бы вообще разные вещи? Это разные вещи, да. Хотя тот же пол с маслом. Да, ну и опять наивным искусством, мне кажется, очень много... Тоже какая-то градация очень серьезная. Например, сельский наив. Это профессиональный наив. То есть эти художники... На самом настоящем? Да, они настоящие художники. Они больше ничем не занимаются. Ну, там огород, они там что-то садят, выращивают, свиней кормят. Но основная их задача – это рисование. И вот так возникли вот эти все патрикиевки, там опошники. Художники, они объединялись в артели, на ярмарках, продавали работы, украшали соседям дома, расписывали их прочее. Это была их профессиональная деятельность. Городской художник, он не зарабатывает этим, он зарабатывает другим. Это его релакс, это его спасение, что ли. То есть можно сказать, что это профессия? Городской художник? Ну, вообще профессиональный художник? Ну да, это профессия. Человек вырабатывает деньги этим. И вот, например, сельский наив, он вырабатывает определенные традиции, критерии, каноны, символы. А в городе этого нет. Каждый сам за себя и каждый по себе. Вот. И нет, это вообще не такого, как в селе. Село маленькое. А вот интересно, вот как вы начали рисовать? Ну, собственно говоря, вот что именно? Или это постепенно происходило? Или вы всегда рисовали? Нет, я не всегда. У меня были периоды... Хаотично все происходило. Хаотично, да. Да, я когда-то, когда пошел учиться в институт, поступил, вечерами нужно было отвлечься. Я жил в селе, вот, и я рисовал. Даже у меня от отца там были краски какие-то, картонки. Да, он рисовал, художник. То есть он наивный художник? Не-не-не, он профессионально учился, и он не стал, как бы, идти по этой стиле, он пошел еще в военное училище, влетное. А просто школа, да? Да, он не школа, нет, там, какой-то училище он там учил. Вот. Очень хорошо. То есть были материалы? Да, были материалы, и все. Я тоже попробовал. Ну, у меня, конечно, не получилось. Но я нарисовал десятка два картин, тогда у небольшого формата где-то в 18-м году. Это были фантазии какие-то странные. Потом я нарисовал. И они не сохранились? Что-то сохранилось, да. Что-то у меня украли, что-то было даже на выставку один раз. Ну, хотя бы что-то в каком направлении? Это такой сюрреализм был. Сюрреализм? Чёрный, да. Сальвадор-тали? Ну, не Сальвадор-тали. Панго. И не Миро, а это я был. То есть изначально это было? Да, я рисовал там исторические какие-то стены. А вы знали тогда, что есть уже там направление сюрреализма? Нет, я об этом вообще не знаю. Нет, а сюрреализм я знал, потому что у меня дома очень много было книг по искусству. Очень много. Мне ещё отец выписал. У меня, например, их не был. Юный художник. В своём детстве. Нет, ну, у меня был отец, связан с искусством в какой-то степени. Хотя он был военный. И мать была историком, и преподавала историю. И тоже было очень много книг, они интересовались. И разнообразные, да? То есть на подсеркте очень разные. Очень разные, да. И при этом были и альбомы, там, и о Мансу, например. И классику. Узнал ещё в те времена. Сколько там Азу? Да, о авангардистов. Это было для меня. Ну, это и жил в этой среде нормально. Но я не сталкивался так близко. Тем более, среди мне не жил. Почти не жил. Вот только в школе, когда учился, и потом всё, на этом всё закончилось. И вот эти краски, которые были в Селеме, там, в доме, это так стало случайно. Я вот это нарисовал. Но что я рисовал и почему я рисовал? Ну, толчок был какой-то? Что это было? Импульс? Импульс. Просто увидел. Это просто как желание, что ты изобразил. Или какие-то... Красиво мне показалось. Нет, всё-таки передать. Ну, вы что-то видели? Нет, ничего не передал. Просто это работа с краской. Это работа с краской. И какой-то своей головной болью. Вот и всё. Я нарисовал друзей, потом нарисовал портрет одного своего приятеля. И он меня чуть не убил этим портретом. Вот, он такой размазан, но до сих пор там валяется где-то в... Приятеля размазан? Нет, туда приятеля размазан. Он же меня с сырым портретом заметил. Вот. Мне разговаривали месяц. Он думал, что я специально его так нарисовал. Ну да, то есть это оружие, да? Это получается искусство, ты можешь и убить человека. Ну да. Ну, где-то его расстроить. Ну, не говоришь, что на имя искусство, это не искусство. Это вообще не имеет отношения. Это время провождения. Вот многие слышат тоже, это просто неумение. Да. Это, да я и даже я там лучше смогу что-то говорить. Ну да. Так же это, это часто... Детский сад. Абстракционистов обвиняют в этом, что они... Ну да, абстракционистов, да. Ну и получается через 30, или сколько там, 40-50 лет, и снова начали рисовать? Да. Да. Почему? Это накопленные... Ну и подарили... Энергия, опыт? Нет, 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 подарили неожиданно мне там альбомчик, краски. Дочка подарила. То есть, для этого вы краски... Нет, нет, я не знаю. Сторон откладывали? Общание если были, но... Не, не откладывал, у меня их не было. А вы их просто не знали, что они есть? Ну я знал, я помню, я просто не обращался. Это просто мне ткнули, вот, на тебе. Все-таки, да. Да, и я... Поворотный момент. Да, нарисовал там Настю. Почему Настя, я не знаю. Имя такое. По-моему, это газета была какая-то, лежала на столе, там было написано, что Настя повесилась. Вот, ну какая-то желтая. И вас это зацепило? Нет, просто Настя, такое имя Настя висит. Я подумал, красиво, наверное, как елочная игрушка. Красиво, красиво можно изобразить. Да, я нарисовал елку, Новый год, голова Насти вместо звезды сверху. И Настя висят в разных позах, в разных одеждах на этой елке. Ну да, серия пошла. Ну вот мне кажется, что да, вот ваше искусство, оно как бы разворачивает эту всю историю под другим углом. Ну, то есть любую историю, взять какой-то заголовок, взять какую-то историю жизни, которая может быть очень жесткая, ну такая депрессивная. И вы разворачиваете ее совершенно в своем каком-то представлении, ну, интересном. Да я не знаю, разворачиваю. Ну, то есть вы в какие-то свои ассоциации в это вкладываете, представляете, что это может быть в форме елки, дерева, что-то там. Да я не представляю. Ну, то есть картинка какая-то. Оно возникает и исчезает. Вот. И часто не запоминаешь даже, что там возникло. Я просто помню такой момент, что вы, ну, постоянно где-то рисовали, это было лет 10 назад. Я сейчас взошел. Паша Гудимову в кабинет, вы сидите с ним разговариваете, рисуете ли. Да, это я все время. Да, то есть вот какие-то собаки, там тема собак, что-то такое было у вас. Это, я преподавал в школе истории и заставлял своих учеников, своих двоечников рисовать то, о чем я говорю, не записывать, а рисовать. Вот, если это битва, если это там какие-то экономические, там, хозяйственные вопросы истории. Вот. Ну, кстати, и это такой, как бы, момент общения происходит. Это момент общения, момент запоминающий, момент визуализации этого всего. И так же само поступает Павел Маков, знаете, когда он приходит с кем-то разговаривает, он всегда тоже с блокнотом. Ну, я не знаю, ну, это у меня, а у меня такая привычка с детства, я всегда вот это просто, у меня все, все книги зарисованы, все тетради зарисованы были, я даже сочинение не писал в школе, я на плавях рисовал, вместо двойки. А можно еще такой вопрос, ну, как бы, вот, можно сказать, что, ну, вообще искусство, наивное искусство, это в какой-то мере терапия. Ну, либо для художника, либо для зрителя, либо, не знаю, вообще там. Ты думаешь, терапия, а если это болезнь? Ну, может быть, это болезнь, но я именно вот про терапию. Да нет. Нет? То есть, либо художник может особо бить только, да? Да. Может и особо бить. Завести дальше. И, да, вот эта арт-терапия в психотерапических лечебницах, она очень такая уверенная, осторожная. И вот это не входит в арт-блюд, например. Так что я по терапии это не назову. Ну, а вообще искусство, это возможно вообще? Ну, как бы что-то. Не знаю. Можете там, медитируют, сидят, смотрят на картину, там, на картину Рерика, например, «Горы». Эдитируют и говорят, что им становится лучше, а не их открывается пространственное мышление. Ну, это наблюдение, это созерцание. Это созерцание. А если ты творишь эту картину, то это... Не-не-не-не, но я с точки зрения зрителя тоже... Ну, то есть, возможно ли такое, да? Наверное, да. Ну, к вашим работам или вообще к наивному искусству? Ну, я, например, устаю от своих работ. Я когда рисую, мне хочется, я чувствую, что я не могу уже без этого. Вот. Но я устаю страшно. Ну и для вас же это тоже не медитация? Нет. Сам процесс? Нет. Это какой-то провал. Провал в этот мир, который я рисую. То есть, вот у меня там химеры такие, вот они не совсем приятные в общении. И ты проваливаешься в это, а потом... И ты же с ними как бы все время это варишься, общаешься, они вокруг тебя, они в тебе, они... Это такой процесс жесткий. И я после этого, когда выхожу из мастерской, я часто в дымочелями полностью. Это очень трудно. Я стараюсь там живописи, рисунок, то калаш, то скульптура. Ну, это интересно, когда ты ведешь несколько... Да, вот ты вот там от себя убегаешь. Ты как бы, да, перепрыгиваешь и восстанавливаешь себя. Ну, или по-новому заряжаешься. И я знаю художников наивных, которых это уводило, и они уже не могли выйти назад. А часто заменительная как бы... Да, терапия. Например, алкоголик, чтобы избавиться от алкоголизма, он часто... Кузовкин, да? Кузовкин. Да, Дмитрий Кузовкин. Он же с трудом избавился от этой своей пагубной привычки. И его выручило именно то, что он ушел с головы в творчество вообще. Полностью. Он стал писать книги, там, книгу мертвых о своих вот этих смертях. Зависимость уже... Уже была зависимость, но еще не было такого. И, грубо говоря, Белка еще не сапнула. Да, Делириума еще... Допился уже первый Делириум. Был уже, ну, вернее, первый и последний. Только аж в 2006 году. Ну, так это на меня повлияло. Так я перепугался, когда... Ну, так сказать, там было все, как книжка пыша. И жуки по тебе ползают там, и, значит, по стенам лягушки скачут вертикально. И волосы из рта вынимаешь, которых нет там. И страшная депрессия такая, что на четвереньках стоишь и воешь вот так вот. И просто думаешь, что... И, конечно, свыться тут уже полностью, так сказать... Если такое еще хоть сутки продлится, я уже на себя руки наложу. Такое было... Точнее, четкое такое было понимание. Но тут, слава Богу, вот ребята меня это самое... Пристроили на дурку. Два месяца я лечился. И согласился на очень такую жестокую, как бы сказать, процедуру. На уколы, на инъекцию сульфозина. И все, с тех пор вот никаких этих самых поползновений даже нет. В шестом году это, значит, 11 мая лечение закончилось. А потом еще года два. Я все-таки себе не очень-то доверял. И ходил в этот клуб пациентов, там, в реабилитационный центр. И там, значит, ну аж делать нечего. Руки чешутся. И начал там эти вот молевать картинки. Вот которые... Сейчас там, не знаю, сотни. Там несколько сот я их намолевал. Они и тут выставлялись. Во Львове и в Киеве выставлялись. И еще была у меня даже выставка «Трезвость – это мудрость жизни» в галерее ОМ тут во Львове. И у меня целый... Много этих антиалкогольных картинок, таких полуплакатов, полукартинок. Так что очень мне это, как бы, понравилась сама идея, тема. У меня сейчас даже вот есть какая-то... Вот, допустим, недавно мне, три года назад, Игорь Жулев предложил серию больших листов сделать для такой гипотетической выставки, которая не состоялась из-за его смерти, к сожалению. И я, значит, на тему огородничества, вообще любого сельского хозяйства, то есть растения и водства. Я там уже 30 штук делал, но и обязательно тут же влепил и такой плакатик антиалкогольный. Мужик, который там с бутылкой зачеркнутой плакат держит. И таким образом, все-таки, я чувствую себя обязанным пропаганду трезвости вести в любую дырку с этим вставаться. У меня тоже история, когда я в академии учился, в общежитии жил, поселился какой-то парень из соседнего комнаты. Ну и как бы пытался поступить в академию летом. А сам рисовал абсолютно наивный художник. Небольшие такие какие-то рисуночки. И он рассказывал, что он там лечился, был в больничке, тоже лежал что-то. И для него это вот терапия. Вот он мне рассказывал, что... Ну не терапия, а для него это какой-то процесс излечения. Он говорит, что я вот путем искусства, я вот лечу себя. И рисовал и дарил эти все рисунки. Такой вот человек. И вот это одно лето он жил и явно не поступил, и больше я его как бы не видел. Ну может он рисует где-то? Не, ну естественно, да. Ну просто вот история к тому, что вот и терапия, и вообще как момент такой... Ну это же какое-то психическое расстройство, не знаю, если человека тянет к искусству. Ты не производишь материальных ценностей, ты ничего... То есть по сути это все художники, можно сказать, они уже... Да, паразитика. ...с неким отклонением от этого строя. Вот именно, да. И человек, который вдруг не с того, не сего, то он врач. Я знаю многих врачей. Да. Уценка Баба. Потом еще во Львове живет хирург. Вообще льет скульптурой. При этом занимается, опять же, краснощек. Вот. И я их вот, например, вообще понять не могу. С одной стороны, это настолько такой мощный творческий импульс, который бы должен был сместить все, что рядом. Вот эту профессию врача, типа, нету. Ну это абсолютно нематериальная вещь такая, как бы... Ну, хотя ты что-то производишь материально, но вот сам момент, действительно, когда ты думаешь об этом, когда ты там... То есть это абсолютно нематериальная какая-то. То есть ты выстраиваешь какой-то мир свой, ну... Мне кажется, он... Виртуальный, скажем так, вообще. Это к виртуальности какой-то, наверное, ближе. Выстраиваешь? То есть для меня в идеале, наверное, искусство, оно... Не обязательно его делать даже. Это современный взгляд. Да, да. Но все-таки... Ну и в будущем было бы классно, там, ты подумал, представил себе эту картинку, то, что вы говорите, да? И она появилась. Ну, как бы вот... И не надо учиться, а она появилась в том... В той форме, в какой вы ее представили? Ну, это будущее. Да. Да. Пока эту картину представил и забыл. Но она у тебя появилась, и ты один зритель и участник этого... А есть такое у меня, что какая-то работа, она преследует все-таки? Вот у меня есть такие моменты, которые, там, тема, я думаю, там, лет десять назад о ней думал, потом... Все-таки не сделал, и потом через какое-то время все равно я возвращаюсь. Нет, у меня нет. Понятно, все спонтанно. Иногда мне не хочется совсем даже в мастерскую заходить. А иногда просто начинает тебя мучить, что ты там не бываешь. Ну, я отразговариваю, там, с художниками тоже наивными. Ну, то же самое. Они могут годами. Просто не обязательно. Им не обязательно, понимаешь? Как говорится, наивные художники. Ну, значит, это партия, такая художник. Это партия, конечно же, это партия. Это странные люди, которые убивают в свободное время, мазюкая, там, какие-то картонки, холсты, вырезая картинки, коробки, там, используя из-под обуви, каких-то семечек, там, я не знаю. И на этом все рисует, потому что денег нет. Жены там возмущаются, кричат, ругаются, могут сжечь вообще твое творчество. Тоже таких художников. Георгия Паренюк. Такая вот история была, когда жена сожгла все картины этого художника. Сам он закончил свои дни в психиатрической лечебнице. Вот. А у него было страсти. И видно, что человек жил этим, потому что он не умел, конечно, все это делать по канонам классическим. Но это очень интересная практика. А еще такой вот вопрос. А есть такие вот успешные, скажем, наивные художники в мире? Знаете таких? Конечно. В мире... Ну, в плане того, что вот художник, у которого там есть своя мастерская, там, как целый забот, не знаю, там, люди, которые, там, помогают ему создавать какие-то скульптуры громадные, там, которые, вот, ну, то есть в глобальном смысле вот такие какие-то суперкрутые художники, которые вот наивные. Да, в глобальном смысле есть. Есть во всем мире, кроме Украины. Их очень много. И если набрать там в интернете, тебе выдаст тысячу фамилий, которых поддерживают государство, у которых есть коллекционеры, которые попадают в музеи во всем мире. У которых уже свои фундации. Да, фундации целые. Вот. Они себя ведут уже как такие большие художники. У них есть эта вот такая амбиция, гонор. Вот. И их приглашают, их уважают, и они уникальны. Потому что вот это ниоткуда взявшееся, ничем не подкрепленное творчество, вот эти образы, они невероятно интересны. Да. И при этом это в жизни люди опять-таки разных профессий. Это врачи, которые… И в основном эти художники пришли к вот этому признанию уже в возрасте. Шестидесяти, семидесяти, пятидесяти, пяти лет. Вот. Они прошли… Нарабатывали, да? Да. Они не нарабатывали. Ну, прошли путь. Они прошли путь жизненный. И опыт, который дала их профессия там моряка, юриста, опять-таки врача, она вдруг трансформировалась вот эти все вещи. Или какие-то нереализованные там вещи. Это же комплексы? Комплексы, да. Ну, и художник это ком. Это зубов-комок комплексов, да. Который там вываливается, вылазит, рвет. Можно сказать, что они бесстрашные, они там… То есть они делают, по сути, все, что… Они делают все, что хотят. У них нет цензуры. Ну, то есть, да. Нету внутри. Рамок, рамок. Рамок нету. Ну, кроме холста, рамок. Даже они зубы были. Поэтому он берет какие-то обвертки, там, обои, еще что-то. И расширяет, расширяет. Жанность Мишель Баски. Что вы по-моему скажете? Ну, это примитив такой. Это примитив. Он и не вырвался из этого. И был одинаковый. Еще и, ко всему прочему, там он арт-блюд такой конкретный. У человека немножко с мозгами было. Ну, плюс вот это народная Африка. Ну, как бы… Ну, только почему нет. Традиционно. Традиционно для Америки это было очень странно. Он такое… Но они очень похожи его работы. Экспрессивные такие очень резкие. Работы Крива Ченка тоже похожи на Трикна. Да, это характерно для Америки. Да, когда человек не может отойти в сторону от того, что вот зациклилось, на чем зациклилось его сознание. Если он отходит в сторону, то это, значит, или ему конец. Вот. Или просто он излечился. Угу. Но он не излечился. Нет. Он у него это все… Он даже знаешь, чем он закончил. Вот. И поэтому он пытался, как бы, убежать от этого. От этого. Это ж такой труд такие огромные. Холсты. Молодой. Ну, это энергии много. Да. Куча денег. Полная свобода. И наркотики, которые я просто… То, ну, можно было купить и заразу ее… Ну, что он, в принципе, и делал. Что он и сделал. И сделал, да. Вот. Баски, да. Это как раз из области примитива. Который ворвался в мир современного искусства. Ну, так же, как и Даргер. Но он умер. Его случайно обнаружили, да. Это хорошо, что художник, фотограф, который владел этим домом, он там… Это был фильм про него сняли, да? Да. Про него уже несколько фильмов сняли. Несколько фильмов сняли. Да. Он девочек вот этих рисовал. Да. Вот. Книга и написал там какую-то безумную. У него там что-то на последнем этаже была какая-то мастерская такая, да? Ну, он жил там. Накапливал это все там. Да. Он жил, рисовал. Он довольно аккуратненько. Он работал медбратом и уборщиком в больнице всю свою жизнь. Умер. Но он сейчас по всем музеям. Это признанный человек. Ему там восхваляют. Они им пишут… Ну, на аукционах. На аукционах. Восемьсот тысяч долларов. Там самая дорогая его работа. Ушла. А он жил в нищете. Он жил на эту несчастную зарплату медбрата. Ну, жил бы он по-другому, не было бы этих работ. Не было бы. Не было бы. И образ жизни он как бы тоже подчеркивает. Ну, что интересно, он этим занимался. Он писал этот труд свой бесконечный. Вот. Рисовал эти странные истории про девочек, которые были мальчиками. Такими героями Афродитами. Вот. Которые воевали с солдатами, захватившими планету. Угу. Вот. И он, заметьте, отличие вот этого примитива, наивного художника. Он не был вставлен ни в какую сторону. И не стремился к этому. Он жил сам по себе. Ну, и тем самым создал свою нишу. Ну, как бы вот это вот. Ну, я что толку. Которая потом просто уже вошла в мировое слое. Для него она ничем не закончилась. Смертью. Он умер и все. И, понимаешь, таких даргеров. Ну, что Павел Филонов был известным художником при жизни. И концептуалистом. Он концептуалист, да? Да. Он там все спокойно. Он был высоким профессионалом. То есть, по сути, это просто трансформация. Да. Просто, вот, опять-таки, Павел Филонов тоже нищета. Да, да, да. Несчастье, непризнанность. Вот. Но он был в кругу искусства. На него обращали внимание. У него школа была. Да, у него школа была. Он был участником выставок. У него последователи были. И сейчас это мировая фигура. А преподают наивные художники? Да, преподают. Да. А почему нет? Ну, понимаешь, художник же... Ну, вы преподаете фотографии? Уже нет. Уже нет. Уже нет. Я сейчас вообще ничего не преподаю. И вообще... Но искусство вы бы не преподавали? Нет. Если по-моему предложить. Нелокальная такая... Минимализм такой... Уходящий вообще... Непонятно в какие. Ну, мне кажется, что его и таким наивным, мне кажется, сложно называть. Так он не наивным, он в Академии учился. Но он в Академию закончил. Там у него Матис, Пикассо, это все сидит. Матис, Пикассо... И стремление уничтожить свою живопись с помощью минимализма. То есть дойти до какой-то точки линии белого, черного холста. Еще далеко, конечно. Вот. Потому что там у него много всего. Ну, он, по крайней мере, у него такой примитивизм такой яркий. Я бы, честно говоря, даже к какому-то салонному искусству это бы относил. Может быть. Так и очень многие наивные художники, это чистый салон такой. Ну, то есть это как бы апроприация вот этих всех направлений, которые просто используются как техника, а не как метод. Ну, как техника у Матис и Пикассо тоже как техника. Ну, как техника для того, чтобы... А для чего это тогда используется? Для того, чтобы, ну, не знаю, понравится. Понравится, да. Просто понравится. Да, да. Так и все же. Банально. То есть это как бы... Ну, да, да. То есть это... Не, я просто не могу назвать, что это там наивный художник. Он не наивный. Он не использует чисто худ... Он не наивный. Не, не, не. Эта сфера примитивизма. Нет, нет. Представишь, что наивный какой-то художник использует чью-то технику для того, чтобы понравиться. Потому что наивный художник не способен использовать другую технику, потому что он не умеет ее использовать, не знает, как это использовать. Но наивный художник, он не использует технику, но он любит перебисовывать. Кстати, вот работа Дэвида Ленча. Да, он академию закончил. Нет, он учился, но все равно это же не академическое искусство. Нет, это не академическое. Это просто творчество Дэвида Ленча. Да, это творчество Дэвида Ленча. Там рисуночек, там техника живописи, там композиция выверенная, золотое сечение. Там все идеально. Ну да. Там все идеально. Это творчество Дэвида Ленча. А мы возьмем ту же Марию Примаченко или Жуковского Александра. У него хлоркой по ткани. Хороший, да, ткани. Который разрушается. А потом искусствоведы, в смысле американцы, которые продал работу, начинают возмущаться, что она там рассыпается. То есть собираются консилиумы, которые признают это уникальным произведением искусства. Они не знают, что с ним делать. Как восстановить ткань, разрушенную хлоркой. А он вот как раз выбрал интересный случай. Потому что он попал в союз художников. Нет, у него искусство интересное. Да, да. Он очень хороший художник. И где не учился никогда. Да. То есть вот это то, когда наив перерос в профессиональный. А он по сути уже профессиональный куда-то. Да, он уже. Я его могу назвать. Его школа. Хотя, может быть, он если его посадить и посоревноваться с каким-нибудь... Но его можно выставить с Андреем Сугайдаковским. Можно, да. И вот тряпочки. И будет нормально. Очень хорошо. Или с Валезловским. Ну, Валезловский такой же самый. Да. Это ж Херсон... Какой-то уникальный город в этом плане. Совершенно он не похож ни на что. Это Херард. Такой, как они сами это назвали. И Жуковский плоть от плоти. Этот город. Так же, как Валезловский. Это же одна компания. Собственно говоря, Валезловский. Валезловский вытащил этого Жуковского. Хотя вот Слава Машницкий, он чисто профессиональный художник. В этом плане, что он... Ну, он делает такие... Он ее академию закончил, опять же, в Киеве. Я знаю. Ну, он авангардист. Такой. Нет, он, наверное, концептуалист где-то. Концептуалист, он свободный человек, современный художник. Да, влияет стилю, направлению. Да, и... Да, так он, кроме всего прочего, что повезло Херсону в образе Славы, это то, что он видит вот таких вот, да. Вот таких вот. И что, вот Валезловский там появился. Валезловский в чем прелесть? Он не на себе был зациклен, а он увидел еще и Печорского, и того же Жуковского, и того же... Ну, он где-то и подобные вещи начинал делать у него вот эти... Первая выставка, я видел, Валезловского, он такой прям наивный, там, вот... Такой наивный? В чисто виде, диархник, кранский. А что он закончил? Он чуть-чуть поучился на керамиста, гончара там какого-то, и все. Все остальное это... Это Арбрюк, я бы даже сказал, полусумасшедший такой человек был. Но он тянул к себе, и вот эти вот... Вся эта гвардия художников, которая появилась в Херсоне, это заслуга во многом, и Валезловского. Ну, а в Киеве вот кто? Александр Найден? Нет? Да. Ну, а он сам по себе там доктор, академик искусства. Вот. Но он все-таки... А вы с кем-то общаетесь? У вас есть какой-то вот диалог на фоне там наивного искусства с кем-то? С Пашей Гудева. С художниками нет? А с кем я буду общаться? Да конечно, все сами по себе сидят там по своих хатам, и никуда они это самое даже не дергают. Даже в маршрутке не ездят? Не ездят, нет. Некоторые вот тут под Киевом живут, мы ездили. Ну, сидит дома и рисует эти картины. Интернет есть, вот через интернет мы там друг друга поддерживаем. Кто-то выставил где-то картинку. О, как хорошо я написал. Спасибо, ответили мне. Я выставил картинку. О, класс, какие цвета. Вырви глаз. Я не понимаю, что... А вот интересно, как искусствоведы относятся? Были ли какие-то статьи на вашем почте? Никак. У нас нет искусствоведов, которые бы занимались наивным, примитивным искусством, не профессионалом. К выставкам тексты вы сами пишете? Я сам пишу. То есть в плане с профессиональным кругом журналистов, искусствоведов вы тоже не общаетесь? А их нету. Они есть в отношении искусства, которое представляешь ты, например. А в отношении искусства, которое представляю я, таких персонажей нету, вообще нету. Есть искусствоведы, которые занимаются сельским наивом. Но это гордые, люди с высоко поднятой головой, они не признают искусство по-месельскому. Я это понимаю, потому что вся история Советского Союза и Российская империя, это была борьба с украинством, с проявлением украинства. И поэтому все силы вот этих вот национальных искусствоведов, которые занимались народным творчеством, были направлены на сохранение, спасение, приумножение и пропаганду того, что государство убивало. Они хитростью там всякое вот такое вот. Таких примаченок тысячи были. Одну выдернули, вот слава богу, что ее выдернули. Больше не надо. Да, больше не надо, потому что опасно. Но слава богу, ее уже изучили там, дали возможности. А на самом деле есть там сестры Гуменюк, Буряк, еще. Они очень похожи. И уровень ничуть не ниже. А вот когда человек немного отходит от вот этой традиции, например, Сергей Тадайчук из Бердичева, вот он уже соединяет город и село, уже городское сознание. Бердичев, Житомир. Вот и общение с современными художниками, он немного уходит там в какие-то восточные мотивы. Начинает расширять за счет трипольской культуры вот этих всех орнаментов свои вещи. Почему в Украине вообще, в принципе, много художников? А их везде много. Думаете, везде? Да, везде. Мне кажется, что вот в каких-то государствах их практически единиц. Нет, в каких, например. Ну, какие-то там северные народы. Ну, северных полно. И очень хорошие наивные. В Африке много, да? В Африке это там все художники. Там все наивные. Ну, прям где нет войны и голода, потому что они там все умерли. Вот. А там целые... Все как у нас. Но у нас нет музеев наивного искусства абсолютно. У нас есть музей народной культуры, там, например, как музей Гончара, там, или декоративно-прикладного искусства. Но там этого... Туда наивных не пускают. Не пускают. Там только село. Вот сельские, да. Вот мы говорим, в Полтавском музее. Прекрасная коллекция сельского наива. Просто перевоз. Никого современных случайно попали. Вот. Есть районные музеи, что очень интересно. Изобразительного искусства. И у них же есть план пополнения фондов. И вот туда попадают вот такие вот художники. Туда уже можно. Да, но там они так хранятся. Мы как-то ездили... Из статистики кого-то надо туда. Да, видел такие музеи. Это две-три комнаты, там, что-то в кучу свалено. Но там есть эти вот художники очень интересные. Также в Умане там часто в такие... То есть, в принципе, вы считаете, что уже пора бы в такой музее открыть и есть художники, которых много и которые... Да, но, понимаешь, весь пласт, который был, он погиб. Они шли. Те, что сейчас... А что выставлять тогда? Ну, есть вот Вова Туровский из Харькова, который в контейнере сидит, воевал, его невероятные картины. Я три штуки даже у него или четыре купил для будущего музея, который будет, не будет, я не знаю. А каким вы верите вообще этот музей? Ну, вот как в реальности? В реальности? Что это должно быть? Какая-то, ну, большая площадь там, не знаю. Это музей, это здание. Ну, обычный, вот, как бы взгляд на современный музей, да? Ну, может быть, необычный. Либо это все-таки там, действительно, должно быть где-то далеко, глубоко в себе там сделано. Нет, это не имеет значения. Не важно. Там должна быть территория. Либо это наивная конструкция, архитектура наивная, когда... Ну, если есть наивная архитектура... Там кривые стены должны быть в этой жале. Ну, не должны. Под наклон. Мы можем это из любого зала сделать кривые стены. И чтобы это не банально было, что это не ровные белые стены и висят наивные художники. Нет. Или в этой заборной стены какие-то там... Понимаешь, что это такое? Музей, музей, это невероятно многофункционально. Либо-то контейнер. Многоструктурное. Мы можем привести, вот я говорю, музей это здание. Там должны быть фонды. Фонды это температура, это влажность, это свет. Вот, уже, ну, хоть ты лопни, это должно быть. Фонды, да. Вот. Выставочные залы должны быть трансформерами. То есть, может быть, один сет большой, в котором там... Да, все это, да, да. Все меняется. Есть какая-то постоянная экспозиция, которая может быть там 2-3 года висеть. Но которая меняется. Потому что фонды они заполняются, нужно все это показывать. И территория должна быть большая. Большая территория... Ну, это, конечно, и платный вход. Или необязательно? Или это должно быть бесплатно? Ну, понимаешь? Это может быть бесплатно, если будет какой-то меценат платить за все это. За свет, за тонализацию, за амортизацию, за все эти вещи. Может быть, не наивный человек должен быть. Может быть, наивным художником, почему? Не наивным. В смысле, наивным миллиардером. Обычно наивный миллиардер начинает поддерживать наивное искусство. Как иначе? То есть, он, по сути, должен быть коллекционирован, наверное, немножко. Может быть, это часть его коллекции должна быть какая-то здесь. Ты думаешь? Ну, чтобы это как-то было интересно. А представляешь, что этот человек думает? Да, вот буду я вот эта странная штука, я неинтересный, я вот такой вот он никакой. Просто дает деньги и все. Ну, наверное, да. А это можно картину такую нарисовать? Нарисуй, абстракцию. Не, ну, знаете, как это? Это все наши мысли должны быть. Вот смотри, ты профессионал, да? Реальности. Как вот Вова Туровский, например. Вот видел его картину, где собака, ест, там, человека, сепара какого-то на минном поле. Вот смотри, и они еще подобно, вот к войне обращаются, там, кровавые, всякие вещи, там, глобальные. Никита Кадан, там, вот эти вот. А вот одна конкретная работа, вот эта. Небольшая. Небольшая, да. Я купил ее, кстати. Висит у меня дома. Я задрогаюсь, когда на нее смотрю. Вот, вот этой, вот этого уровня трагедии, которая там развивалась. И прямой трансляции. Прямой трансляции, а никто не поднялся вот за это. А он же сам это видел? Да, он воевал. Это его видео. Я спросил, почему он не сфотографировал? Жизнь внутри. Он задумался, задумался. Он говорит, нет, это нельзя фотографировать. Нарисовать можно, а фотографировать такое нельзя. Ну, а тебе наивный художник. Ну, да, то есть, да, в этом плане он сильнее работает, чем профессиональный взгляд, который там переработан, какой-то там рафинированный какой-то уже. И, заметьте, вот художники, которые воевали, профессиональные, ну, первая мировая война, у них очень похожие есть. А те, которые сидели и придумывали себе там по книжкам. Ну, да, есть такой момент, действительно. Вовочка играет на гитаре, это Жуковский. Но история, как будто бы этот Вовочка сидит. Да, конечно, все Херцовские. Ну, как будто бы этот Вовочка просто герой. Это же Херцов. Или бы это придумана история для всех. А про Вовочку история это... Вот это, где я жил на Дмитриевляново. Там Вовочка это был как раз 79-й год, когда я родился только. И вот в этот же год погибает Вовочка. А Вовочка был это сын нашего двоюрода. Получается, сын отца, сына брата отца, Колин. И вот, а он был уникальный. За него нам потом рассказывала нянечка наша и бабуня, что этот, что он был уже в 4 годика состоял, состоял или в 5, или в 4 на учете в библиотеке в нашей этой. И он там половину книг перечитал уже. Книги за поем читал. Играл на всех видах инструмента. У нас пианино дома стояло на гитаре. У него такой маленький аккордеончик был. Еще там на чем-то. То есть вот такой. И у него была тема, в 5 лет он уже бросил пить. А до 5 лет он венцов требовал, чтобы ему налили чуть-чуть. И сигареты курил. И нянечка у нас была. А у нас еще как-то странно. Мы тоже, как такие же, как какие-то аристократы. У нас своя нянечка была. И вот нянечка это не одно поколение воспитала. В том числе и Вовочку. Она рассказывала, что... Она была... У нее была это... Нога съемная, короче. У нее такой отсюда костыль такой. Она в детстве молодая была. И на железной дороге ногу перелезла. И она как-то в нашу семью попала. У нее ни родных, ничего. И она в благодарность воспитывала детей, что ее приняли. И она была для всех как родная. И вот она нам сказки читала тоже. Там какие-то темы. И вот про Вовочку. Она говорит... Мне приходилось, говорит, воровать сигаретки. И ложить себе вот тут у нее карманчик был на фартухе. Он подбегал. Нянька, сука, дай мне сигарету. Бил ее. Она могла упасть с этой... И он понимал, что ей нет выхода. И она ему найдет. И она ему давала. Он покурит вот так. Ну, такой был уникальный. И потом, короче, он на велосипедике катался. И на КамАЗе машина прямо на улице где-то его переехала. Еще говорят, принесли его. А он такой, как знаешь, он реально пришел на некоторое время сюда. Он говорит, те плачут все. Да не плачьте. Это за мной моя смерть пришла. Все нормально. Я ухожу. Только не плачьте. И ушел. И вот там была фотка такая, где он вот это гитарой такой веселый. И я как Седаш в такой экспрессии сделал. И он такой получился веселый. Может быть, это какой-то такой архетипический персонаж. Который должен быть героем за столью. Мальчик, пятилетний мальчик, играющий на гитаре. Переходящий из одного в другое в третье. Ну, живущий там у всех сознания. Какой-то херсонский герой. А что херсон, само слово, оно волшебное? Ну, так херард. Смотрожники Херсона прямо в центрі міста показали свій херард. Якщо хтось думає, що судячи з назви, тут будуть експонувати щось на кшталт міського пейзажу або картини в жанрі ню, то жодне припущення тут не підходить. Як пояснюють самі учасники, їхні роботи не мають ні конкретного стилю, ні жанру. Це херард. Вживати таке букво сполучення в ефірі заборонено, тому ми будемо його, відповідно, маскувати. Они придумали. Ми попали на эту выставку херарта. И там как раз вот Слава и натянув туда якихось художников. Очень интересно. У нас такого нету. Мне попасть на какую-нибудь крутую выставку, ну, невозможно. И никому. Нет, нет, боже, упаси. Таким борьбови нет? Борьбови есть. Есть. Есть уже, да. Ну, таки мне тут снобизм, такое прочее. Ну, и это во многом... Запросы нет? Запросы нет. Ну, запросы о какому? Запросы, может быть, и есть. Потому что у меня три выставки здесь было персональных в Киеве. То, в принципе, много приходило. Очень много. Поэтому, и как бы там отзывы нормальные. Но... Кураторов нет, которые этим занимаются. Была одна выставка вот эта вот... Чистая искусство. Ну, я знаю, я знаю, что историю вы рассказывали, что вас и в арсенал не брали на выставки. Ну, да, куда-то, да. Все-таки это как бы отсеивается. Отсеивается, конечно. И очень многих даже возмущает, что это считается искусством. Ну, какой там печерский художник, если он на ящиках рисует какие-то картины или... Вообще непонятно. Ну, я на ящиках тоже рисую, или что-то строю, или что-то... Ну, вот видишь, какая разница. Вот он не проходит, а ты проходишь. Ты можешь себе позволить на ящиках доски какие-то сбивать и выстроить, а кто-то не может. Благодаря Валезловскому они здесь один раз выставились в Киеве, в арсенале. И все. И больше здесь никто никогда не видел, и никто никогда не видел. В арсенале еще когда выставка была, да, еще где-то в Киеве не было. И в Киеве не было. Не было, да. Одна только была, и все. И то благодаря Валезловскому. Вот то, что он такой выскочил оттуда. И видишь, он не переезжал никуда, он в Херсоне все время ездил. Да, я сейчас, кто-то рассказывал, что он вообще даже из квартиры не переезжал в свое никуда. То есть у него какая-то связь была такая именно с местом. Ну, вот Херсонский, он как только вырывался оттуда, он терял как бы вот эту энергетику. Ведьма аура какая-то. Да, он и говорил мне, что Херсон это единственное место, где можно жить. Островов только. Смываться можно там куда-то, ездить где-то, быть там, и все время возвращаться. Ну, а там хорошо, на самом деле, такой город. Вы думаете, переезжать уже? Не, я ничего не думаю. А у вас есть связь какая-то с местом? С кем? С местом. Нету. А с чем-то есть связь? Нету. Нет, связи нету. Мы же наивные художники, мы не имеем никаких связей. Вот, у Жени любимого жена, она тоже художник, я бы сказал, что наивный, но она рисует только ангелов, ангелов-хранителей для солдат. Вот это у нее бесконечно. Когда мы думали делать выставку, я хотел сделать стены из таких ангелов, которые она рисует, такие небольшие, 30 на 30, это стена. Это вот ангелы-хранители нашего войска. Классно получилось. Но ковид это все уничтожило. То есть, да, интересный момент, что здесь у нас стили меняются, да, все куда-то движется, а наивное искусство. Остается. Каким было 300 лет назад и 500. И тысяч. И будет еще через 500 лет. Потому что это первичное сознание, оно как бы такое и остается. Но тут другое. А почему тянет рисовать? Человека, который никогда не рисовал и никогда к этому не стремился. Вот к чему проблема. Этот Печерсткий, он там где-то учился то ли на моряка, то ли в каком-то ПТУ. Немножко пытался там гончаром быть или еще чем-то. Жуковский, я не знаю вообще, где-то там то ли инженер, в тюрьме сидел. Вот два года. Есть фестиваль наивного кино? Есть. А наивной музыке? Есть. Все фестивали рок-музыки, это фестивали наивной музыки. Есть фестивали наивных театров, они называются народных театров. Есть такая, условно скажем, родина наива? Есть. Африка. Африка. Да. Какие? Архиа. Люси. Люси, первая наивная художница. Ну, это примат, это человекообразная, что-то такое было. Так что, да, есть. И, в принципе, это же, видишь, традиции живут, вот эта наскальная живопись, она перебралась на стены домов, на заборы, на подъезды. Ну, это да, это человек метит территорию. Не метит, не то же, там же знаки. Есть технологические знаки, которые определяют, как бы, уровень очень многих вещей в этом месте. Культуры, образования, сознание, осознательность, ну, какой-то, там, политической и прочее, прочее. То есть, все это также, многие, если наскальные рисунки, там, только мы можем догадываться, что он означает, там, сцены охоты и прочее, это, может быть, вещи, там, какого-то такого магического плана, которые, вот, помогут потом убить мамонта. То тут, вот, на стенах, вероятно, то же самое. Кто-то пишет три буквы, и в результате он надеется на какую-то... Это тогда потом рисует. На какую-то реакцию, да. Там, трафареты и прочее, прочее. Вот это уличное искусство, оно, в принципе, это чистой воды. Ну, то, что я Баски и Гаврилов, он уже с этого начинал. Да, он, ну, надписи делал, высокая, по-моему, да. А потом уже перешел на вот эти все рисунки. Ну, а вообще, наив... Слово наив для вас это что? Это, ну, вообще, я не знаю, комплимент, ругательство, что это вообще? Для многих это разное, вообще, означает. Ругательство? Ну, там, ты наивный человек, там. Ну, ругательство. Не, ну, наивный человек, мы же говорим об искусстве. Ну, а искусство, это ругательство? Это ругательство, да. Да, по большому счету ругательство, потому что у нас в стране. Ну, потому что наив, это как-то так сразу... На Западе решили, что это... А, ну типа это несерьезно. На Западе, кстати, решили, что это ругательство. Да. И стали называть наивных художников, художниками-самоучками. Да, да. Вот. И ушли от этого. То есть, или так, есть традиционное народное искусство, вот это село с этими всеми, вот, переходящими с поколения в поколение образами, одинаковыми совершенно, там, Наталка, казак и казачка, там, с конем казак на войну уезжает, там, еще какие-то глечки, или там, мамаша с дрыном бежит за каким-то... В общем, такие все вещи традиционные. Есть нетрадиционное народное искусство. То есть, нетрадиционное, вот это наив городской, там, вот, где художники, вот он как бы начал рисовать, и традиция на нем же и закончилась. Ну, интересно сочетание. Наивное искусство, что наив, это, по сути, это какая-то там, ну, не знаю, примитивность, ну, такая чистая, да, откровение, можно сказать, о чем-то, да? А слово искусство, это уже придумка. Придумка, да. Да, да, вот это противоречие такое. И, тем более, что, чем отличается наивный, художник примитив от наив, он отрицает наив, он говорит, что художник примитив, мы у него интервью брали, вот, и, когда я его назвал, там, наивным художником, он сказал, нет, 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 он обиделся, он говорит, я художник примитив, вот, но на Западе толерантность такая-то вся, вот, и они отказались, вот, художник-самоучка. Почему он там сам научился, непонятно, потому что он как не умел, так ничего не умеет, вот. Так он и не пытался учиться. Не пытался, он просто поток сознания, понимаешь, вот, если вот ты учился, там, у тебя есть фильтр, все равно, вот это тут что-то с цветом не так, ты всегда сделаешь замечание, нужно красную линию провести, вот. Вот, и, да, ну, и когда ты ее примочишь, да, за счет заиграл, все. Да, она работает, да. Да, она работает, правильно. Да, правильно, вот. Я на себе, правильно. Я это испытал, ну, вот. То наивный, вот, он абсолютно прямое такое, знаешь, как бы, вот это вот такое блевание какое-то вот взял, и все, без всяких фильтров, осмысления, осознания. Как бы вышло, вышло, из тебя вышло, да. Да, и то, что вот, и нравится, но потому что это ты сделал, а не потому что оно правильно, неправильно, вот оно нравится или не нравится. То есть, по сути, нет критерий оценки? Нет критерий вообще никакой, не то, что оценки нету. Есть какое-то восприятие, вот, ну, да, сделал, ну, удовлетворение, как вот физиологическое. То есть, а это может быть зеленое, а может быть и серое, а может быть кривое, а может быть ровное? Да, а может быть вообще никакое, а может быть грязное, потому что я же не умею цвета там. сочетать как-то вот и все. А ты вот закончил, да, у тебя есть вот эта форма, она сочетает. Но вы не думаете, что там? Нет, я не думаю. Что-то нужно там сочетать? Нет. А как это вообще плюс? Ну, просто спонтанность какая-то? Да, вот, а, еще цветочек, она последовательная, спонтанная. Да, да, так, вот тут нарисовал что-то плохо, взял за эту, закрасил штуку. Ага, давай-ка я тут нарисую колесо. Я нарисовал колесо. О, классно получилось. А что же ты такой? Я же задумывался с другой. А что же я задумывал? Я уже не помню, что я задумал. Ну и ладно. И вот таким образом она наслаивается, наслаивается, наслаивается. И получается какая-то картина. А потом я чувствую, что уже нет нечего добавлять. Да, а потом ещё и структура хочется, да? Да, а потом ещё структура. А потом она повисела-повисела. А денег нет, холсту купить. А рисовать хочется. Я подумал, фигня какая-то висит. А я на ней год работал. Я её снимаю и полностью зарисовываю. И она у меня опять год висит. Потом опять, да. И такие, и таких картин у меня довольно много. И я думаю, Я не считаю, что в последнее время я дарю. Вообще ничего не надо хранить, а вообще, как художника поступать, он должен нарисовать и продать? Сейчас наимные художники хотят продавать, почти все интернет привел, да, вот хотят продавать и начинают стремиться к тому, чтобы рисовать уже под вкусы каких-то покупателей и прочее. Сейчас это уже не наивно, если... Ну уже, да, они отходят от этого, но некоторые по-прежнему, а мне все равно, и пигачат там. Мне кажется, что наивно, когда кто-то к тебе пришел и говорит, а можно купить? Ну можно, ну ладно. А сам художник, как бы об этом, может, и не думает вообще? Ну вот я об этом не думал, неожиданно стали покупать. Либо там у него нигде складывать, он же думает, ну может продать или... Или подарить. Вот у меня нет, или было складывать, и он начал дарить там, да, и продавать, и дарить. Вот. Ну продавать это... Появляется какой-то сайт, ну ладно, я попробую, а почему бы и нет? Ну многие просто сидят на этом, ну мне кажется, ну рисуют, рисуют все это в сеть. Как приходят. Магазин. 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 Да. Леонов только Алексей, да. Магазин наивного искусства. Но он не подстраивается под вкусы никого, ничего, он гонит свою тему, свою историю, сумасшедшую совершенно. Да, и... Может и деньги какие-то наивные должны быть? А деньги все наивные. Ну то есть какие-то определённо другие. Наивные, наивные. Деньги, да? А какие же они ещё могут быть? Ну это не искусство опять. Значит, ну вообще всё это... Как если говорить... Весь мир он наивный. Ну вот изнутри, наверное, многие художники не читаются наивные. Которые рисуют. Они не знают. Не знают. Ну то есть вот как бы... Общение... А кто-то знает. Но ему всё равно. Но с другой стороны, он же не знает, что это ругательство. Кстати, вот неделю назад попало это метро ездил. Вагон метро с моими художниками. Ну так смотрю, он... Люди так книг тебя читают. То есть это как бы образовательная такая вот составляющая. Ну так... Это же идея и возникла. Для того, что... Ну вот я, когда этим занялся, я понял, что... Искусство в массы? Выхода нет. Искусство в массы? Да, да, да. Ну и чем больше... Это массовое искусство. Чем больше он не знает, чем больше. Да. Которое не в массах. Угу. То есть есть огромное количество людей, которые этим занимаются. Огромное, гигантское количество. И это искусство погибает. Вот человек умер... Исчезает. И всё исчезло. Умер, исчезло. Вот он этим занимается. Но этим занимается огромное количество людей. Вот я помню... Я в шпидной институте учился. И там у нас были какие-то практики и прочее. И мы занимались внешкольным образованием и прочее. И вот это вот куча центров народного творчества со студиями. И там приходишь в эту студию, там сидит человек 50-60. А таких студий в Киеве было несколько штук. А ещё плюс в каждом городе. А ещё плюс детские дома. Дома пионеров, да, с этими студиями. И из детских студий люди переходили в эти... Где весь этот пласт? Интересно, что вот детское творчество, ну вот, редко называется наивное искусство. Так оно и не наивное искусство. Детское творчество, детское творчество. Ну как будто это... Да, только детское творчество. Да, оно потом человек вырастает, уходит. Хотя наивное часто приближается к этой. По форме. Да, по форме. Либо продолжает это. По сути это продолжение детского творчества. Механизма. Механизма, да. Ну то есть те же механизмы, то есть человек просто в возрастном возрасте он продолжает вот это детское желание, скажем, да, наверное, которое вот... Такое же самое, как и детское. То, что вы и говорили, собственно. С чего вы начали там. Детское попробовали, да? Вот. И что-то там через какое-то время просто вернули. Ну, некоторые закупают, как Жуковский сказал, хорошо. Это проходит. Это проходит, да. Ну, это исчезает просто, на самом деле. Ну, она растворяется вот в буднях там, во всем. Ну, и просто уходит этот момент... Да, либо и стоять. Да, да. В необходимости. Ребенку это надо. Это одна из формы познания мира. У кого-то они проходят, у кого-то начинают поучаться, он чувствует в этом, какой-то он становится там Шишкиным или Кистовым, вот, или Савадовым. Он все-таки, ну, как и профессиональные художники, многие там, ну, рисуют, там, ну, работают. Ну, мне кажется, многие выгорают. То есть он продолжает это делать. Как форма бизнеса уже, как форма там... Ну, это все выгорают. Да. Ну, для профессионального художника выгорание трагично. А для наивного не трагично. А наивного он может в любой момент остановиться. Он шофер, да. Он ездит себе, он зарабатывает деньги. А потом в друг раз опять... Как у вас ритм вообще происходит посещение мастерского? То есть вы планируете, там, вот, я приду в 9 утра? Вот, я, например, начал в 2009 году рисовать так активно. Да. Потом у меня было два года прерыва. Угу. До 11-го года. А потом появилась мастерская. И в мастерской у меня иногда по 3-4, по 5 месяцев я туда не захожу. Ну вот. То есть нету графика, что это как на работу надо зайти в мастерскую? Нету. Нету такого. А иногда просто хочется, но нет времени, нет возможности, нету того-сего. Ну, она накапливается, и все равно... Накапливается, и потом ты туда заваливаешь, и я напишу... И я напишу... И я напишу... Или на 2, да. Полностью, допоздна. И за день ты можешь сделать, там, 5 картин. Угу. Ну вот это и есть, как бы, естественно. Да. Потом опять... Но это не трагично. Для... Нет, это наоборот хорошо. Ну, как бы, то есть ты не выжимаешь, чтобы что-то из себя, что-то надо это сделать. И вот, там, я же сделал 10, натянул 10 холстов. Вот, надо их за месяц делать. Нет, такого нету. Тут, понимаешь, вот, в чем свобода абсолютно. Ты можешь этим заниматься, а можешь не заниматься. А как с кураторами? Вы работали с кураторами? Нет. Ну, вот как в выставках. Были моменты, что куратор, там, говорит вам, что ты... Нет, не было такого. Я не работал с кураторами. Я не работал с кураторами. Ну, а есть же работа с кураторами в мире вообще? Ну, в мире есть и худ... Есть, понимаешь? В мире есть все. Наивные художники работают с кураторами. Работают. У нас нет. То есть, по сути, это определенная программа. Да. У нас, например, была выставка большая, вот это вот, чистое искусство, да, в арсенале. Вот. Там практически было два художника современных наивных. Это Краснощёк и из коллекции, там, Ройбурта. Да, на картонках. Да, 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 на картонках. Все. На этом все закончилось. То есть, кураторы, они отмели целый пласт наивного искусства. Полностью. То есть, они его не признают. Вот они занимаются вот этим. Они даже, я думаю, что для них это было странно, что там Краснощёк был выставлен. Ну, Ройбурт там, кто ему скажет, что не надо выставлять такого интересного художника. Вот. Вот он, кстати, этот художник, он как раз перерисовывал картины. Вот он техникой ничего не мог. Он в своей манере, он перерисовал там... Да, да, да. Я помню, Лиза там... Да. И это очень многие вот наивные художники с большим удовольствием перерисовывают натюрморты и прочее. Я многих был в гостях, вот у них вот эти вот висят там голландские натюрморты упрощённые очень. Плоские такие. Ну, мы даже можем сказать, что это стиль такая плоская украинская картина. Они как бы улучшили, можно сказать, по-своему это. Ну, как им кажется? Да, они улучшили. Простили, да. Простили. Сделали понятие. Усовершенствовали. А кроме того, ты понимаешь, в чём ещё прелесть? Вот я, да, живу себе, я моряк какой-то там или уборщик. Да, да. И тут я взял репродукцию Мона Лизы, прикрепил к стенке, взял холст. И я вошёл в душу Леонардо да Юрьевича. Я, какой-то там водитель военный, да, и я Леонардо да Юрьевича перерисовал. Смог себе позволить это? Не то, что смог, а я пошёл, я сделал это. Потом я беру какой-нибудь натюрморс суббарана, да, и я в Испании, там всё это чёрное какое-то, вот эти вот изобилии. Это как археологи находят монетку, наверное, и нежит. Немножко не так. Они возвысились, они поднялись на небеса, они оказались на уровне вот этого глобального какого-то творчества великих художников. То есть это не просто так. Но в этом есть как бы художники, в прямом смысле, что они стали художниками. Они стали художниками. Да, это такая, не знаю, как посвящение что-то, инициация. Вот они вошли в этот мир, они прикоснулись, они получили добро от этих художников. И это уже всё вот тут, что сейчас происходит, уже не имеет значения. Ну да, кто-то скажет, художник не художник. Они для себя решили, что они уже там. Да, и вот эти вот, скажем, в академии там копируют, это всем другое. У наивного художника, у него же прямое общение, понимаешь, у него нет этих фильтров, у него нет познания техники. Там он ему и не нужно. Он входит в саму суть, в саму душу, в само естество, естество этого творца. То есть он уже за Панибрато с Леонардо да Винча. Нет, перспектива в любом случае есть. Есть в любом случае перспектива. Конечно. Если есть художники, есть перспектива. Ну, я считаю так. Иначе, иначе быть не может. То есть всё-таки у наивных художников есть... И она всегда будет. Просто нужно что-то для этого делать, действительно. И не только вам, но как бы в этом случае. А вот Шимон такой о стиле Шостаковича. 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 Время athletes. И знаете. Время nhiuciderный, ты учит. Нет. Ему Alloy. Эта денца والга. Эта денца проанта. Да. Тебя ради него перстань эту ласка. Эта денца о其實onen оба recipe. На д counselorsоне пожар bar. Эта менединации и эволюция. throughout Ш CONCO. У Animaladi. вот так и рождается нынешнего от неумения и она конечно же ужасно искусство всем я себе палец порезал блин этой струной вообще опасно